Привет всем! В этом видео я буду разбирать снова свою психологическую стратегию. Будет очень много полезной информации. Также проведу свой отчет по торговле. Обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, погнали! Смотрите, ребята, я вам еще раз повторю. Мою стратегию вы уже знаете. Я ничего нового показывать не буду. Она есть у меня на канале. Смотрите мой путь к миллиону. Мой первый путь к миллиону. Смотрите мой второй путь к миллиону. Также на канале по торговле. У меня есть канал по торговле. Там подписчики выкладывают свою торговлю по моей методике. Подписчики торгуют по сигналам, по фигурам. Вы все это знаете. Все, что есть сейчас на ютубе, все играли, все стопроцентные стратегии, это все чушь. Это все вам не поможет, если у вас не будет риск менеджмента, money менеджмента и если вы не будете контролировать свои эмоции. Пожалуйста, запомните это. Я уже повторял и буду повторять, наверное, в каждом видео, что настоящий трейдер это не тот, кто контролирует рынок, потому что рынок контролировать невозможно, а тот, кто контролирует свои эмоции и свой депозит. Никто из трейдеров на этом внимание не заостряет. Это самое-самое важное. Все вас учат, как торговать, везде стратегии, но они вам не помогут. Вы будете сливать свой счет. Я только жалею об одном, что я об этом раньше не начал говорить. Я как бы об этом говорил, но поверхностно. И теперь осознал, что без этого вы никогда не будете зарабатывать. Никогда. То есть зарабатывать вы будете, но в долгосрочной перспективе вы не заработаете, потому что к чему вот сводится весь этот трейдинг? Чтобы зарабатывать деньги. Выводите деньги. Не играйте, блин, в игру. Вы пришли сюда, чтобы зарабатывать. Об этом никто не говорит. Зарабатывать вы не будете, если у вас не будет риск менеджмента и money менеджмента. Это нужно понять. Вы должны контролировать себя, контролировать эмоции, не рынок. Рынок контролировать невозможно. Ошибочно полагать, что если вы досконально изучите какую-то стратегию, вы просто будете там гуру. Вы не будете сливать счет. Вы будете себе думать, что у вас будет 2 или 3 максимум сделки в минус, а все остальное будет в плюс, потому что вы все знаете. Нет. Вы можете словить 7 минусов, 10, блин, минусов и плюс вы все будете знать, потому что это рынок. Вот вы изучили фигуру треугольник. Вы четко выставили уровни, торгуете и все идет против вас. Почему так? Да потому что это рынок и ему насрать на вашу фигуру треугольник. Это просто анализ. Есть очень много факторов и рынок контролировать невозможно. Пожалуйста, вы должны это осознать. Еще пример. Вот у вас есть стратегия, которая дает со 100 сделок 99 плюсов и один минус. И если у вас не будет риск менеджмента и мани менеджмента, вы будете сливать свой счет. Вы сольетесь. Вы не будете зарабатывать. Казалось бы, как? Да, у вас 99 плюсов. Но с такой проходимостью, знаете, какая будет у вас уверенность? Вы думать будете, что вы вообще гуру. Гуру, блин, всего рынка в мире. У вас 90 сделок в плюс и одна сделка в минус. Вы ставите по 100 рублей, по 300, по 500, по 1000. У вас все в плюс. Понятное дело, вы будете увеличивать ставку. Потом по 50 тысяч ставите, потом по 100. И тут вы настолько в себе уверены, что вы заключаете сделку на 400 тысяч рублей. Она заходит в минус и вы сливаете весь депозит. Почему вы слили депозит? Из-за того, что вы не умеете торговать? Нет. У вас 99 плюсов. Да из-за того, что вы не придерживались мани менеджмента и риск менеджмента. Все очень просто. Вы на эмоциях, вы пожадничали и слили депозит. Вот и все. Почему я на этом буду заострять внимание? Потому что чем больше людей у меня в закрытой группе? Вот, смотрите. Тем больше я вижу, что люди сливаются на одном сигнале, на двух сигналах. Как можно слиться на одном сигнале? Как бы я ни объяснял, люди будут сливаться. Вот, допустим, здесь у нас плюс. А вот здесь у нас минус, смотрите. Минус. И люди здесь пишут, слил депозит. Как можно слить депозит? Я пошел ва-банк, я слил депозит. Дальше опять, смотрите, плюс. Опять, смотрите, шикарный плюс. Вот здесь минус. Один минус в ряд. На одном минусе люди умудряются слить депозит. Я спрашиваю людей, опять шикарный плюс, почему вы сливаете депозит? Из-за рассеянности, из-за ошибок. Люди, бывает, пропускают сигнал, бывает, кто-то пару перепутает. Опять шикарные два плюса. Плюс, а вот минус. И кто-то пропускает плюсовые сигналы, попадает на минусовые. А кто-то ва-банком ставит. Вообще, по торговле в закрытой группе вы должны приноровиться к торговле. Вы должны все сначала изучить на демо-счету. Опять, смотрите, шикарный плюс. Шикарный плюс. Вот, минус. Один минус. Один минус в ряд. Опять плюс. И люди сливают счет. Почему так происходит? Контролируйте себя, ставьте себе лимиты. Заработали, ушли. Потеряли, ушли. Вы так никогда не сольете счет. Вы здесь для заработка. Если хотите, конечно же, там, потренироваться, если вам не жалко ваших денег, там, закидывать по две тысячи, по десять. Кидайте, тренируйтесь. Это будет вам опыт. Все, что вы теряете, блин, хотя бы в опыт. Превращайте это в опыт. И больше не повторяйте этих ошибок. Опять плюс был. Опять шикарный плюс. Вот минус. Опять один минус. И перестаньте вот мне задавать вопросы. Люди задают мне вопросы. Пишут, там, у других трейдеров 14 плюсов один минус, 15 плюсов один минус, 20 плюсов три минуса, 16 плюсов четыре минуса. Да такого не бывает. Не бывает такого. Такой статистики не бывает. Они все заходят в те группы, потом возвращаются ко мне и говорят, да, ты был прав. Такого не бывает. Это все фейки, это все развод. Итак, переходим к торговле, перейдем к моим сделкам. Я немного начал опасно это все тестировать. Сейчас я объясню вам почему. Я хочу вам доказать, что стратегия не важна. Вернее, она важна. На 20, на 30 процентов. Представляете, на 20, на 30 процентов. На 70, блин, странных процентов важны эмоции. Контроль над эмоциями. Риск менеджмент и мани менеджмент. Все остальное это стратегия. Рынок контролировать невозможно. Приучайтесь к этому. Я специально буду так вести мою стратегию. Смотрите на мои сделки. Итак, первое, что у меня есть, это лимиты. Это две сделки в день. Это мой риск менеджмент. Так, так, смотрим, смотрим. Смотрите, второе число, две сделки. Третье число, две сделки. Четвертое число, две сделки. Пятое число, две сделки. Выходные я пропускаю. В выходные я не торгую. Я торгую строго на минутке. Я торгую на телефоне. У меня есть правило. Восьмое число, две сделки. Девятое, две сделки. Вот сегодня десятое число. Я заключил две сделки. Смотрите, какие результаты. Результаты не очень. Почему? Потому что я торговле уделяю до 10 минут времени. До 10 минут времени в день. Конкретно на этом счете. Я сейчас говорю про этот счет. Но нужно, конечно же, уделять больше времени. Потому что мое самое главное правило. 80 процентов анализа, 20 процентов торговли. Следующее правило. Дробите обязательно сделки. Я здесь перестал дробить сделки, чтобы вам все четко показать. Чтобы было у меня четко два сигнала. Две сделки это два сигнала. Но нужно дробить. Почему? Потому что вот здесь меня закрывают в один пункт. Видите? 50, 49. Если бы я дробил, такого бы не было. Для чего мы дробим сделки? Чтобы нас не закрывали в один пункт. Видим два возврата, да? И я специально возврат посчитал за сделку. Для чего? Чтобы вот на третье число у меня четко было две сделки. Возврат не считается за сделку. Вам нужно заключать еще сделки. Но я специально этого делать не хочу. Я хочу, чтобы вот на конференции своей открыть аккаунт и показать. Вот у меня строго три сделки. То есть я хочу вас научить дисциплине. И из-за этого, понятное дело, все, конечно же, очень рискованно. Значит, дробим сделки. Обязательно дробим сделки. Обязательно лимиты. Три сделки в день. Четыре сделки в день. Лимиты. Три сделки в плюс или три сделки в минус. Неважно. Можете торговать на прибыль. Записывайте это сейчас. То есть до первой убыточной сделки. То есть у вас лимит. Три сделки в день. Торгуете. Одна сделка в плюс. Еще одна в плюс. Еще одна в плюс. Еще одна в плюс. Еще одна в плюс. Торгуете, да? Одна в минус. Все. Прекращайте торговлю. А если у вас, например, три минуса в один день, тоже прекращайте торговлю, то есть три сделки в день. Но когда у вас идет торговля, выжимаем из ситуации максимум. Вы это можете применять. Я такого не применяю. Я буду вам показывать строго, строго свою дисциплину. Вот строго две сделки в день. Торгую я на телефоне, торгую в вертикальном режиме. Об этом я тоже буду говорить. Строго на телефоне, строго на минутке скальпирую. И сейчас я вам покажу все сделки. Веду дневник. Обязательно вести вам нужно дневник. Я об этом тоже буду говорить. Тоже буду вас учить этому. Ну, делаем скрины. Скрины каждой сделки. Это обязательно. И вы должны их рассортировать в две папки. В одной папке прибыльные, в одной папке убыточные. И вы должны анализировать. И потом смотреть. Блин, какого хрена я здесь так поступаю? Потому что когда у вас много скринов убыточных сделок, вы будете замечать ситуации, которые до этого вы не замечали. И будете замечать ту ошибку, которую вы раньше могли не заметить. Это очень важно. Желательно вести эту статистику, где-то себе оформлять. Я ее оформляю в телеграме. Я об этом буду говорить позже. О стратегии с телефона я тоже буду говорить позже. Сейчас я просто вам покажу свой отчет. Итак, погнали. Перед вами мой отчет. Первая сделка за второе число. Вот она, вот она. Смотрим. Шикарная ситуация. Ничего объяснять не нужно. Смотрите, каких три шикарных пика. На четвертом я захожу. Плюс. Все четко. От пика на понижение, от просадки на повышение. Следующая ситуация. Вот она, возврат. Видим. Шикарный нисходящий скальпинг. Желательно, когда скальпинг нисходящий от верхних точек на понижение, когда восходящий от нижних на повышение. Я зашел от нижней на повышение. Видите, словил возврат. Идем дальше. Следующая ситуация. Опять шикарный плюс. Видим. Два шикарных пика, третий чуть поменьше. И вот рога. Я называю эту штуку рогами. На рогах. Все шикарно. Сделка закрывается в плюс. Следующая сделка. Возврат. Здесь очень шикарный сигнал. Вот три точки. Уровень поддержки. Кстати, смотрите, как я здесь анализирую. Какое у меня здесь время. Три минуты. Шесть минут. То есть вот этот вот отрезок, вот этот вот скрин здесь 15 минут. Всего лишь 15 минут. Нам не нужно два часа, три часа, блин, целый день. Нам нужно ловить вот эти вот самые-самые просадочки или самые-самые пики и просто скальпировать на них. И все. Вот я словил. В конце вот видим у меня возврат. Но потом цена ушла далеко вверх. Переходим к следующему сигналу. Вот он, вот он. Прогноз не оправдался. Вот видим сорвался, да? Почему я здесь заключил сделку вверх? Я здесь вот увидел, видите, большое накопление. Но уровень пробит. Это рынок. Все, идем дальше. Пробит, значит, пробит. Следующий сигнал. Опять же. Смотрите, как у меня заходят ситуации на понижение. Опять. Два шикарных пика на третьем. Идеальный просто пик. Я словил, выждал. И вот прогноз оправдался. Идем дальше. Следующий сигнал. Смотрите, опять же, шикарная ситуация. Я торгую строго в таких ситуациях. Видим, да? Чисто скальпирую. Вот, смотрите, шикарный уровень, да? Но здесь сделка у меня не зашла. Идем дальше. Здесь шикарный пик. Шикарно вошел, но видим возврат. Из-за того, что я не дроблю сделки. Так что сделки нужно дробить. Это только ради статистики, чтобы все четко вам показать. Вот один сигнал, одна сделка, две сделки в день. Все. Чтобы никто не путался. Идем дальше. Следующий сигнал. Видим, шикарный уровень, но в последнюю секунду, вот, вот эта сделка. На 1500. Она заходит в минус. Идем дальше. Здесь непонятный сигнал. Куда я смотрел? Я не знаю. Наверное, вот на эти два пика. Но потом видим, цена пробила. Потому что я мало времени уделяю торговлю. Торговле уделяйте больше времени. И тогда у вас все будет заходить строго по одной ситуации. Вот как я скальпирую и все. Следующая ситуация. Опять же, видим неудачную ситуацию. Вот. На 12 тысяч. Вот видим 12 тысяч. Вот 12 тысяч. Здесь просто великолепный уровень сопротивления. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс цена была строго на ровном-ровном уровне. И что мы видим? Пробой. Пробой, потому что это рынок. Ему по барабану на ваш, блин, уровень. Он захочет и пробьет. И вот, следующая сделка. Шикарная сделка на 40 тысяч. Видите, я догоны здесь не делаю. Получается, иду по Мартину. Чтобы все вам четко показать. Смотрите, шикарный уровень. Раз, два, три, четыре. Четыре раза цена не смогла его пробить. Опять же, уровень одной линии. Здесь тоже мог произойти пробой вниз. И я бы потерял эти деньги. Это рынок. Ему по барабану. Привыкайте к этому. Но есть вероятность. И здесь видим все четко. Опять же, скальпирую в боковике. В консолидации. Все шикарно. Сделка заходит в плюс. И вот, сегодня две сделочки. Шикарные сделки. Нисходящий скальпинг. От просадки. Заключаю вверх. Самую нижнюю точку выждал. Отлично. Сделка закрывается в плюс. И на этой же ситуации я зашел вниз. Вот, следующий сигнал. Последний сигнал. Вот. Выждал. Выждал максимальный пик. Разворот. И я захожу на понижение. Все шикарно. Сделки закрываются в плюс. Все. Торгую с телефона. Торгую 10 минут. Но торговле нужно уделять больше времени. Итак, на этом я с вами буду прощаться. Какой вывод? Ничего не будет без дисциплины. Если вы не будете контролировать свои эмоции и свой счет, ничего не будет. Еще раз повторюсь. Потому что настоящий трейдер это не тот, кто контролирует рынок. А тот, кто контролирует себя. Контролируйте теперь себя. Все стратегии уже есть на ютубе. Вы их все знаете. Эти грали вам не помогут, если вы не будете контролировать свои эмоции. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Прежде всего, вы должны в этой группе заниматься обучением. Первая ссылка в описании. И все протестировать на демо-счету. Обязательно все протестировать на демо-счету. Вы должны сформировать свою статистику. В каких ситуациях заходит, в каких ситуациях не заходит. Где вам удобнее всего торговать. Статистику, блин, на тысячи сделках. Вы должны все это сделать. И только тогда приступать к торговле. И только тогда у вас будет уверенность. Уверенность в долгосрочной перспективе. Потому что вы не сольетесь. Вы это все уже протестировали. Вы знаете, что здесь у вас в 70% будет заходить. И не важно, как будет вести себя рынок. Вы будете уверены. Также нужно выводить деньги. Я об этом почему-то уже мало говорю. Но деньги нужно выводить. Я вывожу деньги раз в неделю на других счетах. Деньги нужно выводить раз в два дня. Раз в три дня. Деньги нужно выводить. Запомните это. Не нужно разгонять свой счет. Сначала выведите всю ту сумму, которую вы вложили. Обязательно вам нужно ее вывести. И тогда вам будет уже легче торговать. Потому что вы уже свои деньги забрали оттуда. Теперь вы будете торговать спокойнее. Не будет таких эмоций. Так что нам всем и мне остается учиться, учиться и еще раз учиться контролировать себя. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставьте этому видео лайк. Я думаю, оно было для вас очень полезным. Подпишитесь на мой канал. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok